Вот здесь кран, вон там кран, вон там кран, вон там кран, в Турноху, Милосевске, Весенский. Не у всех есть такие рукава, как в обществе Саяна, что на горе Самохвал. Товарищество небольшое, 200 с лишним участков, и закон здесь стараются соблюдать. Пожарные краны, емкости для воды и мотопомпа, в наличии есть все, что требует Пошнадзор. Загвоздка стала лишь в двух пунктах – звуковая сигнализация и водоем для забора воды. С обустройством последнего целая проблема, так как он должен быть таким, чтобы воду из него можно было брать круглый год. Сколько не думали дачники, а понять логику того, кто придумал такие законы, не могут. Чиновники то ли здесь не были, то ли что, не знаю, Самохвал, говорили уже, Северный склон, скальная порода и так дальше. Копать, что копать, зачем копать пожарный водоем, который утеплять для забора воды зимой, а зимой кто-то подожгет, тут вообще никого не бывает. Зимой какая машина сюда заедет, вот подумают, пускай они сами отсюда какая машина заедет. Да никакая пожарная машина сюда за водоем не поездит. Вместе с правлением переживают и простые дачники. Пожарная безопасность недешево и для установки той же звуковой сигнализации членские взносы уже выросли на 30 рублей с сотки. Этого, впрочем, недостаточно, и Саяна надеются еще получить грант от Минсельхоза. А на то, чтобы выполнить все требования пожарных, взносы должны стать еще больше. Чтобы решить все вопросы, нам надо рублей по 500, по 600 с дачников собирать. Сотки. Если, допустим, 6 соток, ну, сами представляете, сколько-то. 3-4 тысячи человека. Обойтись просто штрафом за неисполнение требований не получится. В конце прошлой осени дело Саян по иску прокуратуры рассмотрел суд и обязал срочно подчиниться пошнадзору. То, что зимой нереально выкопать котлован и вообще начать строительство, ни служители Фемиды, ни прокуратуру не волнует. Труженик тыла и председатель товарищества настолько измучен ситуацией, что готов уйти в отставку. У меня не слабонервные, но все равно в последнее время я предлагал уже, чтобы сменить председателя. Вместе с Саянами под суд угодили еще пять дачных обществ Абакана, в том числе Подсиние, Калягинские холмы и другие. Все они пытались оспорить свои дела в Верховном суде Хакасии, но Фемида непреклонна. Есть федеральный закон и есть у тебя деньги, нет у тебя денег, его надо исполнять. Требования установлены законом, поэтому руководство с федеральным законодательством прокурора обратился в Абаканский городской суд. Проблема так или иначе затрагивает тысячи абаканских дачников. На обеспечение пожарной безопасности требуются колоссальные средства, так что, возможно, стоит готовиться к повышению членских взносов. Известно, что ряд председателей обществ даже написали обращение к городским властям с просьбой о помощи, но вряд ли это подействует. После пожаров 12 апреля скидки в этом вопросе вряд ли возможны.